Что объединяет Cognitive Pilot? Компанию, которая признана ведущим мировым разработчиком систем искусственного интеллекта, сильнейшими кибербезопасниками, умнейшими инженерами и IT-гигантами? Ответ незамысловат. В этих компаниях работают выпускники Лиги роботов. Лига роботов. Это международная школа робототехники и программирование, нацеленное на обучение инженерному делу. Лига представлена в более 40 городах России и СНГ. Открыто 250 филиалов, в которых обучается более 25 тысяч учеников. Центр франшизы Новосибирск. А все начинается за этими партами. Это робот-уборщик, который может убирать мусор, который обычно работает, ну, может работать в парках. Робот — это помощник человека. Если человеку, например, надо на опасную работу, и там можно умереть, он может робота туда просто запрограммировать, и он сделает его работу за него. Цифровая трансформация меняет требования к специалистам. Рыдок придирчив и избирателен как никогда. Но как отвечать на вызовы 21 века? Какие навыки развивать сегодня, чтобы крупнейшие компании выстраивались в очередь за сотрудником и его уникальными компетенциями? За ответами РБК отправился к создателю проекта Лиги роботов Николаю Паку. Мы уже успели познакомиться с вашими ребятами. Мы очарованы, околдованы. Но теперь давайте немножечко поговорим о фундаментальном. Невозможно не заметить, что Лига роботов себя позиционирует не как площадка для дополнительного образования, а как система возрождения инженеринговых систем. А все знают, что инженеры в России лучшие в мире. Я права? Ну, это как бы знаем точно мы в России. В мире, конечно же, все-таки не совсем так. То есть каждый в мире хвалит свое болото условно. То есть я был и в Массачусетсе с институтом технологии в Штатах, был в Японии, был в Китае. То есть более-менее у всех есть представление понятное себе. Но программисты точно лучшие в России. Это известный, так сказать, мем или как это называется. Известный, в общем, факт. Вот. А инженеры тоже. Но с инженерами все сложнее, потому что вот у нас была эпоха, вы абсолютно правильно подметили, что мы не просто не воспринимаем себя и не даем просто интертеймент, просто, значит, развлекательный формат, там год, два, полтора. Ребенок чем-то позанимается и все. У нас глубина вхождения клиента, ключевой параметр. Это как немножко мы учим немножко предпринимателей, да, которые собирают все компетенции в один кулак. Берут здесь немножко экономиста, здесь немножко, значит, физика, здесь немножко математика. Собирают все и get things done. То есть додевают это все до конца. Пока ты это не доведешь до конца, вот это инженер настоящий. Это продукт настоящий, который готов будет выходить на рынок, правильно? Да, выходить на рынок и который действительно востребован. И на них, вот на таких инженеров сейчас невероятная гонка. Любая компания, даже которой инженерией не занимается, просто отрывается руками у нас этих ребятишек. Но это штучный продукт. Мы сейчас делаем задачу. Ну, вон там. Какую задачу? При появлении впереди объекта машина едет по-моему одну секунду с максимальной скоростью. И мы пытаемся это сделать. Но это просто. Да, ну, правда, я сюда суну полицию, она начинает ехать. Ранит, но он не планирует. При появлении объекта. Вроде как. Вроде как она должна ехать. За какими качествами сейчас гонка крупнейших мировых корпораций? Коррелирует ли умение и навыки ваших учеников с этими компетенциями? Сухого ответа я не дам. Такого, что нужно конкретно уметь анализировать, уметь разлагать на системный фактор и так далее. Очень правильный ответ дал один из директоров, технический директор, по-моему, Центра финансовой технологии, когда мы с ним общались, что нам нужны ребята, у которых, если коротко, варит котелок. Знаете, и это очень емкое такое определение. Я сам вообще математик, но очень часто общаюсь с формулами не математическими, а такими, гуманитарными, да, назовем. То есть самое главное любому работодателю, абсолютно любому, нужен человек, который может, вот представьте себе, вам нужно настроить новую линейку, допустим, автоматизации, настроить новую линейку, которая бы сортировала там молоко на заводе. Просто новое оборудование освоить, понять его, настроить какую-то автоматизационную систему, которой не было. Никто этим не может заниматься, кроме человека очень умного, который может что-то делать, который создавал уже, прогонял через себя десятки хотя бы прототипов разных, которые ломались. Грамотные инженеры, вот у нас есть вторая поговорка, квалификация инженера прямо пропорционально испорчена им оборудованию. И это не просто, ну, поэтому мы их даем на котиках, на простых вещах, там, играться, да, там, на всяких ардуинках и так далее, мало ценных. Вот, именно потому, что нарубается, не как в информатике все-таки, а здесь нарубается опыт прямо пропорциональный тому, сколько ты, вот, разработал своими собственными руками, получил сколько шрамов, там, да, травм, там и так далее. И здесь, получается, вот такие кадры, это как спецназовцы, да, практически, вот. А сейчас, например, у нас два выпускника моих, ученика, работают в когнитив технологии у нас в России, которые делают автоматизированные комбайны. У Ольги Ускова, да? Да, да, совершенно верно. Вот, я буквально недавно интервью с Сергеем Головановым делал, он скоро там будет одним из ведущих темлидов, да. Вот, это, к примеру, да, второй там работает в Яндекс, значит, у нас программирует и так далее. То есть, их отрывают куда угодно. Вот, ответ такой. У них компетенции думающего котелка, который абсолютно работает на любую сферу. Отойти до просто своего собственного, там, какое-то производство создать. Стать какой-то фирмой, которая бы поставляла какие-то услуги, автоматизации, настройки нового оборудования. Повышающая передача, она повышает скорость, уменьшает мощность, да? А направление меняет? Направление, да. А понижающая? Понижающая, она скорость уменьшает, а силу поднимает. Хорошо, а все с тем же направлением? Нет, меняется направление. Хорошо, а нейтральная? Нейтральная, она тоже направление меняется, и скорость не меняется. Ну, хорошо, все, молодец. Конечно, я хочу вас спросить про десятки программ и направлений по робототехнике, программированию. Каким компетенциям и знаниям ученики овладевают после этих курсов? Ну, у нас довольно просто изначально строилась методика, и она, в принципе, сейчас в таком же концепте примерно и существует. Она обретает разные, конечно, цветовые наполнения, но если коротко, то у нас идет синусоида, да, что мы очень сильно прокачиваем по программированию, один семестр, потом сильно прокачиваем по мехатронике. То есть, условно, по ретовски 80%, 80 на 20, 80% мы идем по программированию, узнаем 5 языков программирования, например, мы в течение курса. И это нормальная история, когда ты сильно прокачался программированием, потом не забывай про, как это, прокачал тело, не забывай про душу, да, там, прокачал программирование, не забывай про мехатронику, потому что это и есть отличие, в большинстве случаев отличие вот просто программы. Потому что у нас было огромное количество, там, баек, да, точнее, случаев, когда хорошие программисты к нам приходили из высокопоставленных компаний, и я их говорю, ну, проедьте по лабиринту вот с нашими ребятишками. У нас же, ну, мы соревновательные, то есть спортивные люди, да, у нас, мы чемпионы мира, так, на секундочку, вот, среди 9 тысяч участников, 92 стран, там, да, всех на голову побеждали в 2017 году в Кустарике, да, в мировой олимпиаде World Robot Olympiad. Главное, это глубина вхождения клиента, чтобы ты в эту атмосферу вгрузился, ты потом из нее выходишь, вот, реально, вот, спецназовцем. То есть, помимо того, что я вот сейчас перечислю слухо, что 5 языков программирования, значит, мехатронные все системы от коленвала до, там, стопоходов, до, значит, разных подшипниковых систем, то есть, они узнают разные системы перевода, значит, энергии механической, там, в другую, там, в другие плоскости и так далее. Вот, они еще узнают немножко физики, очень глубоко довольно математику узнают и вот в программировании. И самое главное, они обучаются все это смешивать в один рабочий инструмент, который результирует, допустим, в 3D-принтере. То есть, они могут взять, не напечатать что-то на 3D-принтере, а запрограммировать и создать свой собственный 3D-принтер, который печатает другие вещи. Или могут, там, делать дрон, возьмут, сделают дрон, там, из акселерометра, геосенсоров, или возьмут, сделают, там, себе робот-пылесос. То есть, у нас это практически на первых же двух занятиях можно, там, на нашем взрослом уровне, в общем-то, сделать себе робот-пылесос. И даже малыши, в общем-то, это понимают. Робота, ездящий в лабиринте, самостоятельно находящийся там выбор, робота, играющий в кегли, робота, играющего, там, рисующего картины. То есть, любые. У нас самое главное, что в конце семестра ребенок делает проект. И вот проектная вот такая система, она очень важна, когда ты делаешь проект до конца, доводишь его, и он, не важно, что делать, там, сеет, поливает, там, какую-нибудь систему. Вот у нас агробот, да, там, который агроферму, может быть, там, поливает, там, и за семью показателем следит. Это все можно сделать и на лего, и на ардуино, и на любом, вообще, из пластиковых каких-нибудь систем, или из металлических. Не важно, главное, именно сам концепт удержать и его применить. У нас концепт, как бы, MIT, да, что есть школа-вуз-предприятие, ничего мы не придумали, мы просто хорошо собрали все воедино. В школьном сегменте ребята учатся, там, физически, 10 лет буквально, значит, все узнают пропорциональное интегрирование, дифференциальные, те же самые регуляторы, параллельное программирование, опять языковое программирование, мехатронные системы, физику, математику. Переходят на второй уровень, ставят студентами, у нас начинают преподавать, получают у нас же деньги, кстати говоря, между прочим, и делают проекты уже более-менее инновационные, вот здесь, на этом уровне. Потому что любой лучший преподаватель, это практик, который сам, то есть, пришел на занятия и говорит, вот знаете, я только что сделал стопоход Тео Янсена, да, там, или Чебышева, вот, или там какой-нибудь из, вот у нас из дискетных дисков, из дискетных делали, значит, роботов, которые, там, слушаются голосовое управление через телефон. Показали эти ребята, все, ребята ваши на десятилетия просто, то есть, они, ну, практик, он всегда зажжен, он всегда горит, он всегда знает, о чем говорит. Он всегда, в том числе, критически нашу собственную методику перелопачивает, потому что говорит, что это такое, что вы мне тут говорите, у нас такая многослойная система. И в конце концов, они переходят на третий сегмент, студенты нотареют, как правило, они делают все равно фигню какую-нибудь, да, но более-менее, да, стараются. А потом они переходят в третий сегмент, это самые сливки, это инженерный. Вот это уже штучный продукт, который доходит до третьего, доживает до третьего сегмента, где они уже делают проекты на заказ. У нас есть такое подразделение, как R&D, расчетчатый метод, мы делаем, пожалуйста, автоматизацию, асуэтопэ, или какую-нибудь автоматизацию, теплист, там, чего-нибудь еще. Вот, автоматизация контроля брака тротуарной плитки, там, да, заводов на российском, в Подмосковье. Вот, или просто, ну, становятся менторами, инженерами высокого класса, которые дальше пишут методику и помогают там это делать. Вот этот весь цикл. Николай, а Трофея хочется услышать. Ну, вот здесь у нас множество первых, вторых мест, в основном только первые. Это преимущественно первые. Преимущественно первые, это в российских, в российском сегменте, в русском, да, то есть у нас очень много всяких наград, мы с 2011 года существуем. Но особенно важная награда, это, конечно же, первое место в мире, Коста-Рика, 2017 год, победили 9000 соперников в 92 странах. То есть буквально все страны, это вот самое сильное... Рука плескали вам. Да, там у ребят сердце выпрыгивало, буквально я вот так вот их обнимал и удерживал сердце, чтобы не выпрыгнуло. Но самое главное не занять первое место, вот как я говорю, а на самом деле мы его уже почти заняли в 2016 году в Индии. Вот, там немножко ребятам не хватило и командной проработки, и немножко не хватило моральной проработки. То есть по уровню знания они уже побеждали. А в 2018 году мы взяли гран-при в Таланде на этой же, значит, от фирмы Juniper Network, с которой мы, значит, работаем. Вот, и... А дисциплина все та же? Дисциплина вот по робототехнике, там, ну, 15 разных номинаций, там есть робот-футбол, там, да, есть творческие номинации. Но мы в основной категории, самое сложное, там нужно сделать робота, который, ну, искусственный интеллект надо сделать, который выполняет задачу, там, привозит, условно, кофе и разливает его по чашечкам. Ребята, всем добрый день. Ну что вы тут, чем занимаетесь? Уже разбираемся. Уже все, закончились занятия? Да. Как жалко. А какого робота мечтаете сделать, когда вырастете? Я? Робота-ленивца. Ленивца? Что вот я заменил и тоже ленился, да? На моих занятиях ребята постигают основы механики, программирования, объединяют это все и получают готового робота, который двигается, на примере которого они могут понять очень много различных робототехнических тем и изучать разные предметы. В мире 7,5 миллиардов людей. Всего лишь у 2,5% IQ ниже 70, а у менее 1% населения IQ свыше 190. Их называют гениями, у них нестандартное мышление, хорошая память, фантастическая скорость решения математических задач и вычислений. Возможно ли развивать такие способности и навыки у ребенка или у образовательных учреждений нет такой задачи? Ох, у вас такой вопрос. Давайте я начну с того, что IQ мне не нравится как мера, а показательная, потому что люди разные, люди в разных состояниях куда-то приходят. И вот скорость решения задачек это не та мера, которая нужна, потому что задачу решать не быстро, а ее надо решать. И когда ты ее смог решить, тогда и молодец. А вот быстро, только кролики, как говорится. То есть быстро нет такой задачи. Это первое такое замечание. Скорость не тот показатель, на который нужно... Конечно, конечно. Вся жизнь это размеренная история. То есть я как полубудист еще могу сказать, что всему свое время это не просто так история. То есть если маленькому ребенку давать сложные логарифмы, это не сделает его гением. Значит, если маленькому ребенку, его может сделать наоборот, повредит даже его некую психику, если ему очень рано давать сложные уравнения и так далее. То есть вы не сторонник теории чем раньше, тем лучше, и с младенчества изучать пять языков? Нет. У меня есть собственные дети, и ни в коем случае, то есть всему в свое время. То есть если... У меня даже есть друзья, которые у меня спрашивают, ну с пяти лет тебе отдавать? Вот куда отдавать? Я говорю, вот если вы почувствуете, если ребенок сам захочет, то давайте отдавайте, попробуйте, раз сходите, два сходите. Хотя мне выгодно условно в кавычках, да, говорить, что да, конечно, приходите как можно раньше. Но на самом деле, если что-то идет неправильно, да, если вот какая-то есть или у ребенка, или у кого-то составляющая, что вот не очень заходит, да, как говорят молодежным сленгом, то не надо сейчас. Но у нас куча историй, когда сейчас не получилось пять лет, потом в семь лет приходят, и великолепно все сразу пошло как по маслу. То есть это такая история, когда надо потомиться, понимаете, вот я еще умею там готовить разные блюда, понимаете, нельзя вот взять и быстро, ориентируясь на скорость, готовить плов, да, или что-нибудь. Ну нельзя просто, потому что нужно потомиться, нужно время, чтобы ты походил с проблемой там и так далее. Поэтому вот ментальная арифметика, вот мы конкретно противники, допустим, ментальной арифметики, потому что они вгрызаются. То есть, например, любой ментальный арифметист ко мне придет, я у него спрошу, почему зима сменяет лето. И все, он не ответит ни когда в жизни, потому что он хорошо научился считать по шаблону определенному вот эти вещи. А вам важно видеть, как рассуждает человек. Абсолютно верно. Я когда спрашиваю, вот смотрите, я вам расскажу маленькую историю, надеюсь, она будет познавательной для всех. Я поступал в НГУ, Новосибирский государственный университет у нас в Академгородке, поступил на все пятерки, но я решил три задачи, неправильно ответив на них. То есть три задачи, три неправильных ответа. У меня двойка. Ну сразу двойка и все. Вот я сейчас в ЕГЭ получил двойку и убежал. На что преподаватель смотрит, неправильные ответы, он говорит, ну как так неправильно? Я говорю, у вас неправильно. Он говорит, ну подожди, подожди. Он подсозвал комиссию, и я им всем доказал, что у них неправильно было в учебнике. У вас даже дано неправильно. Да, у них неправильно было. И в итоге они мне поставили пятерку с отличием, потому что я им еще и доказал, что у них неправильно в ответе. То есть, понимаете, вот что важно. Неформальный ответ, неформальное умение, скорость. А важна глубина проработки. То же самое, если я спрошу. Вы, кстати, можете спросить всех своих детей, и не только детей. Я говорю, я детьми всех называю от 3 до 45, да, условно говоря. Спросите, почему зима сменяет лето, а лето зиму. И если дается ответ, я не останавливаюсь на этом. Я спрашиваю, ну а почему это? А как это? Вот конкретно до конца. Я хочу сказать, что нет, я не буду только по ответу судить. Я буду докапываться до конца, но я вам хочу предостеречь, что сейчас из 7 тысяч человек, которых я спросил, там человек 7 знает ответ. А поделитесь. Нет, давайте, это будет такая задача. Без камер я вам расскажу. Но, например, в русской Википедии... Убили всю интригу сейчас, Николай. В русской Википедии неправильно написан ответ. Вот, для начала вот так. А Википедию пишут такие же люди, как мы с вами. Совершенно верно. Но я про то говорю, что глубина знаний – это очень важный фактор. И второй момент, что вот воспитать в ребенке гениальность. Можно или нельзя? Гениальность, само по себе, я не считаю это ценностью. Я сторонник просто нормальных ребят. То есть все ребята хороши, все они гениальны, все дети. Просто надо найти, что ли, то, от чего их прет, что ли. То есть задача учителя – найти то, что очень сильно дает энергию. Кто-то рисует безумно хорошо, кто-то программирует хорошо, кто-то мехатроник хороший. Это и есть вот задача и жизни, и профориентации, и, в принципе, вот этим заняться. Это раз. То есть все дети гениальны. Просто им надо найти вот эту стезю. Это будет по кругу почти ездить. Она не будет, а по кругу ездит, потому что он прямо только будет ездить. Я поверну уже. Нет, я не буду готовить, кстати. Тогда, может, один вперед, другой назад сделать, он тогда повернется. Николай, как стать частью вашей команды, если ты ученик потенциальный, и как попасть в вашу команду, если ты педагог? У нас в 40 городах. Лигароботов.ру заходите на сайт, там, мы везде есть. С 5, на самом деле, до любого возраста можно прийти в команду. С 5 до 18 у нас первая стадия, то, что я вам говорил, это школьное образование, где вы инвестируете, где родители инвестируют своих детей фактически, потому что по контракту они автоматически к нам приходят на работу по окончанию нашего курса. С 18 до 25 это тоже очень условно, это студенческий формат, где они уже у нас на работе, уже преподаватели. Кстати, срабатывает масса. Представляете, вот только что ты обучался, и тут ты стал учителем, и обучаешь других ребятишек. И ты уже понимаешь, почему ваш преподаватель вам там это говорил, нет, не шумите там то, сё, господи, на что это всё. Вот, и тут ты в эту шкуру там сам влезаешь, и это очень здорово. И понял, что ты был неправ. Да, это очень такой этап взросления определённый, когда ты на себе это через себя пропускаешь, это очень здорово. И я прямо по глазам уже исторически пластами вижу, как ребятишки, вот они же на моём онлайн, то есть мы с 2011 года, почти что с 2010 существуем уже 10 лет. Они вот так вот вырастали за 10 лет, мы просто возмужали. А направления меняются во времени? Да, направления, конечно, у нас помимо оффлайн, направления, ну, оффлайн это когда просто ребята могут заниматься здесь, приезжать в офис в Москве, в Питере, в Кыргызстане, в Таджикистане, в штате даже мы открыты. Вот, значит, можно приезжать в Казахстане тоже широко довольно, почти в любом городе России можно приезжать по субботам и с весенем, либо по будням на 3 часа, на 2 часа, если малыши занимаются этим занятием. Вот, также есть направления более программерские, геймдев, у нас на Юнити можно программировать игры, и вот связанный с этим у нас был коронавирус, мы сделали новый формат дистанционное образование, когда сидя дома, можно заниматься сидя дома с доставкой, так сказать, знаний домой, ну, натурально, то есть мы приезжаем, мы приезжаем. Тук-тук, курьер, доставка знаний. Да, мы приезжаем, привозим ноутбук и робота, ну, набор для робота. Значит, наш ноутбук предоставлен в всем программе, ноутбук для робота, и в нужный момент, там, 3-4 часовой созвон, ребенок делает все, а потом отдает это все, ну, значит, следующему, ну, то есть курьеру. Все, фактически вот этот концепт тоже очень интересный придумали. Ну, и есть чисто онлайн образование, и в онлайн образовании, помимо просто онлайн нашего образования, где можно по скайпу, да, условно, по зуму или как там, вот эти все заняться, еще мы придумали портал Legoland.online, где можно вот как раз зайти, поиграть в разные игры в онлайне, где формируется вот этот тезис «делу время, потехе час», то есть ребенок может поиграть там нормально, абсолютно, в Майнкрафт. Это не страшно, вот родители, поверьте мне, это не страшно, если дети играют. Вы это не победите, никто это не победит, это надо правильно... Слова игромана. Да, я, ну, я не просто игроман, я киберспортсмен, у нас это второе место в России было. Вот, то есть это нормальная история, и из игроманы тоже формируются люди, оказывается, вот. И просто это нужна мера, то есть на самом деле везде нужна мера, и яд может быть полезен в определенной пропорции там и так далее. Поэтому вот эту меру мы на Legoland.online сами с учетом нашего опыта и формируем. То есть он поиграет, ему сама система скажет, ты поиграл уже какое-то время, иди занимайся, порешай там задачки с ЕГЭ или просто порешай логические задачки, тоже очень увлекательно, одевай своего персонажа, там разные мечи, зарабатывай очки знаний, и потом можно их на перламутровый какой-нибудь базуку или меч, или шар, все знали, обменять в Майнкрафте или в какой-либо другой игре. Вот, то есть мы всесторонне развиты, но больше всего мы, конечно, сетуем за именно глубокие знания. Глубокие знания, почему вообще робототехника? Потому что самые глубокие знания, получается, из смеси дисциплин. То есть робототехника – междисциплинарная история, и дело настоящего робота, который просто проезжает вперед-назад, запоминает траекторию или в лабиринте проезжает, вы математику, физику узнаете, программирование, мехатронику и электротехнику немножко. На самом деле это все правда, что можно взять, и вот из такого ребенка, который ничего не знает, не знает, почему зима сменяет лето и так далее. Кстати, жаль, что вы не ответили на эту загадку. Ну, давайте наши комментаторы или кто-нибудь в комментариях напишите, мы какой-нибудь приз сделаем того, кто первый правильно ответит. Договорились. Все. Миллион рублей. Нет, миллион тому, кто переспорит меня по вопросу, что лучшее образование было в Советском Союзе. Лучше с вами не спорить. Я могу предположить, почему зима не сменяет лето? Да, да. Потому что там есть еще весна и осень. Нет. Нет? Он не балуется с моим, с моим, с моей легой. Штуковину с меня эту снимите. А знаешь, как это называется? Радиопетля. Оно понятно. Радиопетля.